Микс Ньюз Утро на Болткоме Ну и буквально последняя часть нашего Утро на Болткоме Анастасия Смоловская, Олег Пекай и Евгений Копеин проводят с вами это утро Ну и, как мы обещали, говорили, анонсировали Мы поговорим сейчас об уникальной технике вокала О том, что, кстати, это даже лечит некоторые заболевания Ну и в нашей студии, как раз, можно сказать, с вокалисткой коуч Карина Купер Здравствуйте, доброе утро Здравствуйте, доброе утро И Ирина Фортес, продюсер, организатор вот этих мероприятий в Риге И, собственно, наша коллега, человек недалекий от Болтком Собственно, мы хорошо друг друга знаем Может быть, несколько слов, Карина Я понимаю, что вы уже 10 лет живете в Америке Да, все верно И каким образом получилось, что вы, ну вот, стали заниматься именно этой техникой вокала Ну, я понимаю, что вы пели с детства Ну, вот каким образом Вообще, я попала в вокал через заболевание У меня была астма диагностирована в 7 лет И очень долго я прошла очень много врачей и разных методик по излечению астмы И я подалась в певице, так сказать, чтобы от астмы избавиться Но никто никогда не отвечал на мои вопросы о том, как дышать И мое состояние вокальное с каждым годом, с каждым новым выигранным конкурсом ухудшалось И в какой-то момент, уже живя в Москве, я из Саратова сама родом, с Поволжья В мою жизнь пришел человек, который полностью, то есть можно жизнь разделить до и после Огончарук Петр Терентьевич, который основатель, создатель биофоники, науки биофоника Которая просто излечила меня за считанные сессии, за три сессии Этот человек смог, обучив меня этой системе дыхания Избавить меня от тяжелейшего заболевания, которое меня преследовало более 10 лет А он врач или... Он оперный певец и ученый И всю жизнь свою посвятил именно изучению дыхательной системы, вообще организма человека И сделал глобальное достижение в этом Открыв такой секрет, что в нашем теле есть вторая диафрагма таза, диафрагма таза, малого таза Или тазовая диафрагма, которой никто из нас особо не пользуется И для вокалиста это новый скачок на новый уровень Это свободный звук, это безлимитный диапазон И просто все ответы вокальные, которые я искала, я нашла через именно биофонику Но я занимаюсь немного другим тоже, потому что я немножечко изменила подход к преподнесению этих знаний Так как Гончарук является оперным певцом Мы поем эстраду и культура, в которой я расту и развиваюсь в Америке Это мелизматика, это сон-музыка И все ребята из России, из Украины, из Прибалтики, наверное, тоже всегда мечтают петь как Бейонс Как западные певцы Но, к сожалению, из-за факта того, что мы фонетически немножечко из другого места говорим Соответственно, мы из другого места и поем Поэтому та техника, которую я придумала для развития мелизматики Очень здорово работает и с акцентом тоже Поэтому люди, которые начинают формировать звук в ином месте Если это просто объяснять, да? Начинают петь без акцента и аутентично именно по-западному Западный звук, он очень близкий, он очень тонкий А чем отличается? Почему вот получается, что на английском люди поют одно, а там, предположим, ой, мороз, мороз Получается совершенно... Это связано с фонетикой языка Русский язык гораздо более глубокий Гораздо более гортанный И по своему плейсменту очень широкий, да, по позиции Английский язык очень близкий, очень узкий Он как бы в маске находится Поэтому на английском петь гораздо легче Этот язык более певучий Русский – менее А итальянский, например, вот... Итальянский гораздо более певучий, чем русский тоже То есть, вообще, латинские языки, они гораздо более певучие, да? То есть, это связано с близостью формирования согласных и гласных звуков Вот, и вот это то, чем я занимаюсь И я создала свою систему как бы разработки, да, мелизматики Где любой человек, который не знает этой культуры В этой культуре американской не рос Может с помощью ряда упражнений, комбинации упражнений Постичь вообще всю структуру мелизматики И петь буквально за 90 дней, да, научив себя этим упражнениям Овладеть мелизматикой и петь аутентично, как будто это поет американский певец То есть, я не сторонник того, чтобы звучать, как все Я, наоборот, ищу в вокале среди учеников своих личность И очень поощряю личность Для меня нет в вокале понимания правильно, неправильно Для меня очень важно, чтобы звук был здоровым Это единственное правильное Потому что мы часто слышим, что ребята форсируют звук Особенно все хотят белт, хотят верхушечки Чтобы они были сочные, звонкие И очень много форсировки, упора идет на давление И, к сожалению, это то, что изнашивает аппарат и вокальное здоровье Поэтому то, чему учу я, это больше поиск своей индивидуальности И вот наука биофоника – это основа основ, это фундамент у дома Без которого какой стиль вокальный вы бы не пели Очень сложно стабилизироваться и сохранить здоровье вокальное на долгие годы Ну вот сразу будет вопрос Сапожник с сапогами То есть вот насколько Вы преподаете Насколько у вас все эти верхушечки Ну то есть вот насколько Ну у меня вообще все прекрасно, можете это послушать Да-да-да, просто вот как раз, чтобы было всем понятно Я вот преодолев заболевание свое Нашла все ответы через биофонику И в 19 лет я поехала в Америку одна В принципе за своей мечтой Потому что в России меня Очень травмировали психологически Потому что я хотела петь только американскую музыку Только джаз Я выиграла более 60 вокальных конкурсов Получила гринкарту И уже гражданство в США Как экстраординари Мне подписали в поддержку моего кейса Рекомендательные письма Такие артисты, как Лариса Долина Игорь Бутман Лев Лещенко Басков И с американской стороны Это был Грегори Портер Эрик Беннет Том Джонс Люди, с которыми мне удалось уже поработать на сегодняшний день И где-то два года назад Я получила мембершип Членство в Академии Грэмми Сейчас через некоторое время уже буду подавать на голосующего Voting member Голосующий член Подождите А вот значит Может быть Что значит Поэтапно Поэтапно Насколько это членство в Академии Грэмми Это членство может организовать для себя Любой артист У которого есть определенного рода достижения и регалии Есть два типа Мембершип Это обычная То есть когда ты У меня есть одна песня с 10 миллионами стримов Она вышла в 2016 году Party by myself И сделала достаточно много шума вокруг И получила Ну так сказать Популярность На некоторых континентах даже И в Америке тоже ее слушали Миксовали, ремиксовали Вот И мне она помогла очень именно войти в комьюнити Что дает вообще членство в Грэмми Помимо громкого названия Это доступ к закрытым ивентам В которые входят все платиновые продюсеры Писатели, звезды И это абсолютно бесплатный доступ Это ивенты, которые организованы для комьюнити Американских музыкантов Писателей, райтеров, певцов И туда есть вход И также есть определенная Очень большая скидка на саму церемонию Вот впервые я посетила церемонию в прошлом году И это был очень удивительный Такой просто классный опыт А именно второй тип членства Волгинг мембер Это Когда ты Помимо всего перечисленного Еще имеешь возможность голосовать И выбирать тех артистов Которые могут быть номинированы Или же уже номинированных артистов Выбирать на победу На сегодняшний день Насколько мне известно Есть всего лишь один русскоязычный человек Который является голосующим членом Это Зиновий Шершер Он по-моему Или из России Или из Украины Или вообще даже из Латвии Честно не знаю Он художник, композитор Он в джазе развивался И он был человеком Который подписал мне рекомендацию То есть просто стать членом Грэмми Даже с какими-то заслугами Невозможно Нужно, чтобы голосующий член какой-то Порекомендовал тебя Вот у меня было парочку таких писем И буквально за менее чем за неделю Мне приходит подтверждение о том Что мы вас поздравляем Вы в нашей ассоциации Я получаю постоянно приглашение На всевозможные мероприятия Закрытые мероприятия С разными артистами Топовыми артистами То есть звездами голливудскими И это очень здорово Иметь возможность Через призму музыкальную Находить контакты В этой комьюнити И развиваться уже на другом уровне В другом формате Вот так что Также еще членство в Грэмми Дает возможность Подавать свою музыку на номинацию Вот Но подаваться может любой человек Просто когда ты находишься в ассоциации У тебя немножко другая подача идет То есть ты подаешься уже Как свой человек И в другое место, так сказать Поэтому Это все очень интересно Насколько сложно все-таки Человеку, который приезжает в Америку И английский для него не родной Пробиться Потому что для актеров Это всегда акцент И значит Ты играешь только Ну там плохих русских Там в дешевых голливудских боевиках Вот для артистов Которые поют То есть Насколько это сложно? Очень сложно Сложно именно из-за менталитета Потому что Лариса Долина Ведь тоже Она записывала Оно в Америке Альбом с американской музыкой На английском языке И она признавалась в интервью Что ее мучили страшно Говорили, что у тебя акцент Ты должна избавиться от акцента Тебя никто не будет слушать Если ты будешь петь с акцентом Акцент это первый этап Конечно же Как говорится Втулу с самоваром Да? Или как это? В общем поняли То есть Идея в том Что помимо владения языка И пения без акцента Естественно И общения без акцента Очень важно понимать Менталитет страны В которую ты едешь Когда ехала я Я совершенно ничего не знала Об Америке У меня была просто Глубая мечта Что я хочу посмотреть На страну Где выросли И творят кумиры мои То есть Уитни Хьюстон Морай Керри То есть Те люди на которых я выросла И я столкнулась с тем Что для того Чтобы как-то себя Начать реализовывать Мне пришлось работать И в русских клубах Петь И в ресторанах И как бы то От чего я уехала Мне пришлось петь по-русски Меня это очень сильно мучило Но на сегодняшний день Опыту ресторанному Я сильно благодарна Потому что Я научилась петь на любом языке Я поняла Что пение Это Дотронуться до сердца человека И многие люди Не понимая английского языка Послушают на русском То есть Для меня Была дичайшая разница Между пением по-русски И пением по-английски Но я считаю Что настоящий артист Который несет энергию Несет через звук Свой эмоцию Трогает сердца Он должен уметь петь На любом языке И делать это здорово И делать это с удовольствием Потому что Наш зритель Имеет такую особенность Что Он считывает Как рентген Все наши мысли Все наши зажимы Все наши страхи Поэтому выходя на сцену Нужно делать все с любовью Я в это искренне верю И то чему я учу На своих мастер-классах И курсах Это именно Перестать оценивать себя Перестать оценивать Оценку Которую человек Артист ждет От своего зрителя Потому что Вот русский менталитет И вот ребята тоже с Украины То что я вижу Мне уже удалось Все это преодолеть Самой Зажимы свои Страхи Желание понравиться Бесконечное И оценку от зрителя То чему я учу Это именно Ее не искать Потому что Только ловя состояние Вот это волшебное На сцене Передавая эмоцию Этот месседж Мы можем зацепить зрителя Потому что Очень большой зажим В теле возникает Именно из-за Вот этого постоянного Ощущения Ну что им нравится Как я пою Я это правильно делаю Я это делаю здорово Я это делаю профессионально И к сожалению Это огромнейший блок Которого в американской культуре Просто не существует И воспитание детей В музыкальной школе В музыкальном Вообще В занятиях Вокалом Иное Если в России Это какое-то Постоянное порицание Ты неправильно Ты там Ори громче И так далее То есть все Так штурмом Да брать В Америке допустим Самый неталантливый Вокалист Ребенок Приходя в школу Получает очень много Любви И поддержки От педагога И за малейший Какой-то Маленький степ Шажочек Ему говорят О май гад Это так великолепно Ты делаешь Такой great job Его хвалят И восхваляют Его талант И человек начинает Верить в себя Я верю Что вокал Это реально вера В первую очередь В себя Вот по поводу таланта И вашей методики Подразумевает ли она Что человек должен Обладать все-таки Каким-то даром Или даже если человек Ну никак он не поет Не дано ему Возможно не раскрыто Но он очень хочет И как-то Вот ему может помочь Знаете Или все-таки надо Если вы меня спросили Пару лет назад Я бы сказала Что конечно наличие таланта Слуха, координация Это очень важно И именно с такими людьми Я всегда их занималась Но где-то год назад Ко мне пришел ребенок Очень чистая Невинная 9-летняя девочка Из Украины Семья которых Блогеров Очень известных С более чем 10 миллионами Подписчиков На ютубе Пришли заниматься вокалом И когда я давала техники На расслабление На дыхание Ребенок делал все С первого раза Но подойдя к инструменту Проверив ее Сыграв одну нотку Я даю там нотку У нас было полное Полнейшее непопадание Причем ребенок Не понимал Что он не попадает Он не слышал разницы В том звуке Который извлекала я И в том тоне В котором То есть это девочка И так получилось Что я для себя Сразу же поставила крест И поняла Что нет Этот ребенок Не способен петь Будущего здесь нет Нет слуха Нет координации Это невозможно Но так как я Педагог очень деликатный И стараюсь всегда Не вызывать Отрицательных эмоций Ни у кого Потому что Процесс занятия вокалом Это должно быть чистейшее удовольствие Это не работа Я всем говорю Занятие вокалом Это чистейшее удовольствие Если вы трудитесь То это уже зажим То есть нужно создать Все условия Для звукоизвлечения Которые поспособствуют Здоровому Свободному Выхождению звука Через полтора месяца Они вернулись ко мне Это семья И мы начали заниматься И в первый урок Я думала Что это будет последний урок Потому что Я не видела будущего С этим ребенком И все так странно сложилось Потому что вроде как Мы ни о чем не договорились Но они пришли И мы начали заниматься И после первого урока У меня Как у педагога Произошел переворот Мышление Потому что Я поняла Что этот ребенок Настолько искренне Хочет петь Что я не могу отказать И должна дать что-то И мы начали искать Точки Да Опоры В ее слухе В ее слышании вообще Я стала играть Интервалы на слух И спрашивать Сколько ноток ты слышишь Она говорит Наверное две И я поняла Что действительно Можно на пальцах Даже не грамотному ребенку Который никогда не был в музыке Не из музыкальной семьи Объяснить Те основы Которые могут изменить Отношение к себе К своему мышлению вокальному Вот За месяц Мы выучили все интервалы Мы угадывали все на слух Абсолютно Даже аккорды Второй месяц Мы учились Это интонировать И к третьему месяцу Интонация Этой девочки Была Такой Что Слушая ее Никогда не было Даже ни у кого Мысли о том Что этот ребенок Никогда не слышал Или никогда не мог спеть И эта ситуация Доказала мне Что не бывает Тех людей Которые не могут Когда они хотят Нужно найти путь Чтобы объяснить им так Чтобы они смогли Конечно Когда человек Одарен Вокально И имеет слух И координацию Это легкий кейс Но мне интересны Кейсы сложные Когда человек Никогда не занимался И сейчас В России есть проект Называется Сейчас спою И мои ученицы Я вот кстати Хотел подвести К тому что Есть как раз Такие вот Программы Да И мои ученики Которые у меня Педагоги проходили Уже обучение Более года В России Используя все И свои наработки И также мои методики И биофонику И работу с мелизматикой И так далее Работали с вокалистами С людьми Которые хотели петь У которых были Вокальные дефекты Дефекты речи Зажимы там Челюсти Зажимы горла И так далее И у них была задача Из серии невозможного Научить их За месяц Петь песни Не самые легкие И вы знаете Удалось невероятно Вообще просто Переворот для меня тоже Потому что Я об этом проекте узнала Уже Ну пост Фактум И мне рассказывала Что Блин твои методики Так работают Вот мы пробовали Все на этих людях Которые вообще никогда не пели И просто за месяц Просто вот такой вообще взлет Мне самой безумно интересно Посмотреть эту программу Посмотреть как все это было Я видел да Я как раз удивился тому Что показывают Человека Который поет сначала Как в плохом караоке Ну а затем Да 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 То есть есть методики Которые Все это работает Центральной нервной системой И мышечной координации И все строится На ощущениях позвоночника Это основной наш Рычаг всей опоры Потому что в России Учит Крудная резонация Голова То к чему пришла я Через свою работу Изучение тела Работы с телом То что Первый источник Резонации нашего звука В организме Это наш позвоночник И именно его симметрия Его прогрев Его пластичность Дает божественные Вокальные текстуры Об этом никто не говорит Вообще о вокале Все поют Дышат Извлекают из себя звук Делают трели Распевки Но важно работать с телом То первое С чего начинаю я В своей работе Я пытаюсь убедиться В том что человек Понимает что его тело Симметрично Да По максимуму И он понимает что тело Это огромнейший инструмент Который является Большой частью вообще Звука И мы работаем с телом Снимаем зажимы Работаем с плечами Симметрией плеч Делаем скрутки Растяжки То есть я рекомендую Всем заниматься И йогой И пилатесом И плаванием И двигаться постоянно Движение это жизнь Потом я обучаю людей Дыхание Дыхание по биофонике То есть изоляции груди То есть грудь не дышит напрямую Ребра не дышат То есть всех учат Межреберному дыханию И в России И в странах СНГ То есть все методики Собранные у меня Это десятилетний плюс путь Прохождение всех Вокальных педагогов И в России И в Америке Из известных педагогов Мне довелось поучиться У Николаса Купера Это педагог Селин Дион Бейонс Ашера Сиары То есть педагог К которому я попав Просто переворот случился В моем сознании Не вокально А именно в отношении к себе Потому что в первый день Этот человек вывел меня На улицу Петь перед бомжами Он сказал Ты закрыто Ты поешь для себя Ты поешь круто Но ты ничего этим не несешь Твое пение Это доказательство И когда он вывел меня Остановив человека Который шел по улице Бездомным И сказал Смотри в глаза ему И спой ему В этот день Перевернулось полностью Мое сознание И я эту историю Рассказываю многим Ученикам Потому что Важно понимать Зачем и для кого И как ты поешь И ловить состояние Никто не поет в состоянии Все пытаются нести ноты Технику Очень сконцентрировано А важно научиться Расслабиться И войти в это волшебное состояние Тогда Твой голос поет за тебя Астма Вот удалось ли кому-то Еще излечиться От астмы Благодаря На моем счету Более 40 кейсов Излеченных От астмы Я никогда себя Не промотирую Как доктор Потому что Я не доктор И создатель этой науки Биофоника Гончарук Тоже также Преподносил всегда Эти знания Через работу Со звуком То есть он Совместил Знания Из парноямы Цикличности Вдоха и выдоха Также Так как он классик Он изучал Школу культуры Старой итальянской школы Бельканта И также Древнегреческие знания Которые давались Атлетам Спикерам В 14 веке До нашей эры И совместив Все это в эту систему Он нашел В нашем организме Внутреннюю мышцу Прокачав которую Совершенно меняется Формирование звука Звук освобождается Эта мышца Рождается На соприкосновении Двух диафрагм То есть Секрет излечения От астмы Именно Изоляция Грудного прямого дыхания То есть Когда я пою Я никогда не беру Прямой вдох в грудь В ребра Или в спину Мое дыхание Очень глубокое Очень четкое Очень быстрое И биофоника Формирует некий механизм Который В вашем теле Начинает Движение Да То есть Он работает на вас Этот механизм Я о дыхании не думаю И работая с вокалистами Трансформация Просто происходит Зачитанные занятия Один Два урока И человек звучит Совершенно иначе То есть вся эта система В комплексе работает Просто поразительно А с астмой Зависит конечно же От того Что принимает человек Да То есть так однозначно Сказать что вот столько сессий И вот уйдет Пройдет астма На моем пути было Вот 44 человека С разной степенью Тяжести астмы Были и дети И были и взрослые И был даже человек Женщина была 63 года Хотя у гончарука У создателя метода У него есть четкая грань 45 лет Когда уже Дыхательный цикл Настолько сформирован Что поменять его Кардинально сложно С детьми работа Это буквально Минчитанные минуты Чем моложе человек Чем легче Быстрее его перестроить На это дыхание Потому что С этим дыханием Мы рождаемся То есть в младенчестве Каждый из нас Пока мы лежим Будучи грудными Мы дышим именно так Если вы посмотрите На младенцев Вы увидите Что низ живота Двигается во вдохе Вот Поэтому именно Излечение от астмы Происходит Из-за перестройки И возвращения Юка К тому состоянию дыхания Которым мы все Приходим сюда С которым мы Рождаемся И потом Вставая на ножки Мы начинаем ходить У девочек Очень высокое Грудное дыхание У мальчиков Более смешанное Уже диафрагмальное Чисто физиологически Так сложено И биофоника Диагностирует Дыхательный центр И переносит дыхание В другое совершенно место Перестраивая Все состояние В теле Меняются все процессы Улучшается пищеварение Сон Уходит лишний вес Лишняя вода То есть перезапускаются Все процессы в организме Человек меньше спит Быстрее высыпается То есть Для вокалистов Это уникальнейшая техника Только потому что Это единственный Способ дыхания Путь дыхания Который формирует В нашем аппарате Совершенное Подскладочное Да Подсвязочное давление Или фонационная подушка Это называется Это как кусочек воздуха Который формирует Некий щит И аппарат Никогда не изнашивается И всегда звук Выходя Любой громкости Любой силы звук Выходит из тела Гармонично Не цепляя Сам аппарат То есть Используя это дыхание Можно петь Часами Не уставая Устает только одна мышца Это три пальца Ниже пупка Эта мышца формируется Под давлением И соприкосновением Двух диафрагм Мы так и поняли Что в принципе Можно петь и говорить Бедная уставая Буквально часами Но у нас к сожалению Ограниченное время Заканчивается утро На балконе Спасибо огромное Карина Купер